На 12-м километре Тюменского тракта, в том месте, где он является обходом поселка Белоярского, в 3 часа ночи в кромешной тьме случился неравный бой между Четыркой и Хюндаем, в результате которого погиб 18-летний пацан, а его 18-летний друг отъехал в ближайшую медсанчасть. Предыстория такая. Два парня, только-только отметившие свои совершеннолетия, по каким-то своим делам на Четырке сгоняли в Челябинск и среди ночи возвращались домой, куда-то в район Заречного. За рулем сидел пилот с пятью месяцами водительского стажа и двумя нарушениями ПДД за плечами. Вообще, с таким крошечным опытом, да еще по нынешним скользким погодам, в далекие междугородние путешествия отправляться не рекомендуется. Но пацаны все же рискнули и поехали в Челябу и обратно. Когда Четыра катилась по темному обходу Белоярки, на 12-м километре этого самого обхода, а по факту ровно около километрового столбика с числом 11, отечественный болид высунулся на обочину и оттуда его выбросило на чужую, где Четырка столкнулась с гораздо более тяжелым бездорожником Hyundai Santa Fe. Она боком налетела на его левый передний угол, сломала его, при этом сама завалилась с набок возле отбойника, а впрочем долой от себя тяну. В 3 часа ночи на 12-м километре автодороги Екатеринбург-Пюмень, обход поселка Белоярский, водитель автомобиля ВАЗ-2114 2005 года рождения, не обеспечив постоянного контроля за движением своего транспортного средства, допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Hyundai, который двигался со стороны города Заречного. В результате чего водитель автомобиля ВАЗ-2114 скончался на месте происшествия. 18-летний пассажир Четырки, как заявлено в пресс-релизе областной ГАИ, с различными травмами отъехал в атомно-станционный город Заречный, в тамошнюю лечебницу, именуемую медсанчасть номер 32. О том, что Четырка вылетела на чужую после того, как побывала на обочине, стало известно из рассказа 26-летнего пилота Санта-Фе, трезвого, с 8 годами водительского стажа и двумя нарушениями ПДД в активе. Он видел, как в темноте русское зубило замотало, но уйти от удара уже не успевал. Сам рулевой Hyundai в замесе здоровьем не повредился. И если бы у нас было финальное интервью ГАИшника, то в нем он бы по-любому непременно напомнил автопилотам, что нельзя превышать скорость и нужно обязательно учитывать дорожные и погодные условия. Казалось бы, все, кто сдавал на права, об этом прекрасно знают, но летальные замесы все равно происходят каждый божий день.